У нас есть звонок из города Липецка, нам дозвонился Андрей, правильно я понимаю? Андрей, пожалуйста. Да, здравствуйте. Прошу вас, вопрос, комментарий, что у вас? Да, у меня вопрос, ну, если вашего позволения, после вопроса, если вы ответите, я бы тоже хотел бы прокомментировать. Вопрос следующий, я думаю, не только я обратил внимание на то, что риторика Польши относительно киевского режима отличается от других стран НАТО. То есть самый яркий пример, вы вот сейчас его как раз обсуждали, это заявление о украинской ракете, которая упала на территорию Польши в прошлом году. И, ну, то есть Польша даже не стала вилять как-то, а сказали, как есть, что эта ракета прилетела с территории Украины. Это они часто сказали, извините, а год назад была совершенно другая, помните риторика? Они же первые, они же сразу взвились, говорят, о, смотрите, русские, что творится, война, война. Потом испугались. А потом испугались, но, тем не менее, да, извините. Так вот, я продолжу. То есть Польша же логически-то, если разобраться, это член НАТО, и против нее, по факту, было совершено военные преступления со стороны киевского режима. Но выходит, что НАТО игнорирует свой принцип коллективной обороны, который у них прописан в пятой статье договора. Они же должны войну Киеву теперь объявить. Правильно вы, Андрей? Да, то есть, в идее нападения, нападение на одного, значит, в идее нападения на всех. Поэтому, где симметричный ответ от НАТО? Требуем симметричного ответа от НАТО по Украине. Идеально. Я не знаю, я, кстати, не уверен. Нужен ли нам симметричный ответ НАТО по Украине? Понятно, что это, так сказать, ну такая, это мы с вами умозрительные фигуры выстраиваем, фантастические. Да, но есть некоторая логическая неувязка, но мало ли, бывает. Повторяю, это все, если это неувязка, если воспринимать это так на полном серьезе, как говорится, со звериной серьезностью, а если воспринимать это все как порку, то все встает на свои места. Я с Димином Червиновым очень согласен. Ну, коллеги, всем понятно, упала ракета, погибли два крестьянина, через, ну какая комиссия, ну какая экспертиза, ну через три недели все ясно, какая ракета, откуда она упала и что. Что, год экспертиза шла? Все, они это дело замяли. А теперь, правильно Анатолий говорит, когда надо, вот через год они вытащили эту вот украинскую ракету. Андрей Анатольевич, а вы сказали, что у вас будет какое-то свое тоже мнение на этот счет. Да, я бы хотел прокомментировать, если есть возможность. То есть здесь нужно понимать, что Польша, это же не просто член НАТО, как и ряд других стран постсоветского пространства, Польша попала в политическую зависимость от США. То есть у них нет суверенитета в принятии решений. То есть я думаю, это прекрасно все понимают и без меня. И исходя из этого все объясняется довольно-таки просто. Ведь нет как таковой Польши, есть продолжение интересов США. Поэтому принцип коллективной обороны НАТО здесь как раз нужно трактовать иначе. Нападение на США, это нападение на всех. А нападение на Польшу, это по сути дела Польша, если США не получают от этого какой-то выгоды. И здесь вопрос, почему поляки про Украину так открыто заявляют. То есть тоже, в принципе, объясняется достаточно просто. Таким образом они выторговывают себе больше влияния и больше территорий от своего американского хозяина. Каких территорий? Амбиции Польши давно понятно, что они хотят забрать себе часть Западной Украины. И однозначно у стран коллективного Запада есть план по расчленению вообще всей России, не только Украины. Когда по их замыслу они устроят революцию у нас в России. А начну с Украины, скажите. Это никогда не было секретом. Вы так красиво сказали, Андрей. Прямо я хочу повторить. Давайте возьмем на вооружение эту формулу. У Запада есть планы, желание, по крайней мере, и намерение расчленения всей России, не только Украины. Как части России, естественно. Спасибо огромное, Андрей. Андрей Бугаков, да, правильно? Был с нами в связи из Липецка. Спасибо огромное. Вот люблю таких зрителей, у которых есть и вопрос, и комментарий к нашему ответу. А в России вообще очень умные зрители. Тут, что уж это, знаете, не американцы, которые смотрят CNN, да, и даже вопрос задать не могу. Вообще люди у нас хорошие. Американцы CNN тоже не смотрят.